Привет! Готов посмотреть на уникальные штуки, которые ты точно еще не встречал на просторах интернета? Например, на эту клавиатуру, которую можно купить в подарок бабушке. Тогда-то она точно увидит все буквы. Впрочем, зачем целая клава? Можно просто ограничиться одной кнопкой. Таких краш-тестов ты точно еще не видел. Мало кто задумывается о том, что грузовики тоже тестируют на безопасность. Вот так, например, это происходит с моделями скания. Тестировщики инсценируют аварии с опрокидыванием машины на бок, устраивают столкновения с легковыми машинами лоб в лоб и даже сажают за руль робота Тора, сконструированного специально для таких испытаний. А вот некоторые производители грузовиков предпочитают проводить краш-тесты в полевых условиях. И выглядит это даже более впечатляюще, чем в павильоне. Нет, серьезно, ты никогда в жизни не догадаешься, для чего девушке нужна эта сумка. Если ты не знал, в мире мух словосочетание потерять голову имеет совсем непереносное значение. Оказывается, они вполне могут сами оторвать себе голову, например, если получили какую-то травму. Но это еще не все. В таком состоянии мухи способны выживать несколько дней, потому что их нервные и кровеносные системы от головы не зависят. Теперь понимаешь, почему от этих существ так тяжело избавиться. Можно было бы подумать, что это съемочная площадка триллера «Снеговик». Но на самом деле криминал тут вообще ни при чем. То, что ты видишь, это вполне обычное природное явление. Оказывается, розовый оттенок снегу придают водоросли под названием «Хламидомонада снежная», которые нередко появляются высоко в горах. Представь, приходишь ты на выставку и видишь это – твоя реакция. Если что, это реальная инсталляция известного итальянского художника Маурицио Кателана. И даже лошадь настоящая, просто забальзамированная. Такой композицией творец хотел передать состояние экзистенциального кризиса и полной беспомощности. Что ж, кажется, ему удалось. Теперь перед тем, как отправиться на рыбалку, необязательно копать червей и вообще над чем-то заморачиваться. Находишь автомат с наживкой, отдаешь ему свои денежки и готово. Пожалуй, самая красивая медуза в мире. Знакомься, это парусница. И мало того, что она завораживает своим необычным внешним видом, так еще и абсолютно безобидна для человека. Встретить такую красавицу можно реже, чем ее жалящих родственниц, но иногда она массово выбрасывается на побережье Британских островов и привлекает к себе внимание множество туристов. Путешествуя по российскому Алтаю, можно наткнуться на одно таинственное место в духе безумного Макса. Здесь, прямо посреди горных лугов, расположен целый парк старых машин. Но стоят они здесь не на земле, а на деревянных столбах. Кому могло прийти в голову их туда засунуть? История такая. Здесь расположена база отдыха, которой владеет бывший военный. В прошлом он коллекционировал советские автомобили. Когда мужчина, наконец, решил открыть собственный высокогорный хостел, ему сразу захотелось каким-то образом совместить новое дело со своим хобби. Так и возник необычный автомобильный парк, который привлекает сюда множество туристов со всей страны. У нас только один вопрос. Почему это ноу-хау еще не применяют по всему миру? Это же дико удобно. Причем не только для пешеходов, но и для водителей. Такую шкалу точно увидишь даже с далекого расстояния, в отличие от крошечных цифр. А еще это помогает экономить деньги и беречь природу. Догадаешься почему? Да все просто. Когда водитель точно видит, сколько времени осталось до переключения сигнала, он не будет заранее давить на газ и зря расходовать топливо. Когда встречаешь на природе одну божью коровку, это мило. А как насчет целого полчища этих букашек? Выглядит пугающе, однако ученые утверждают, ничего страшного в таком нашествии нет. Вспышки массового размножения случаются у всех насекомых. А к морю они прилетели в таком количестве просто потому, что это отличное место для откладывания яиц, как и пень в лесу. Видел когда-нибудь, как выглядят кинетические скульптуры? Если нет, то ты многое потерял, ведь такое зрелище безумно успокаивает. Посмотри сам. В этой скульптуре Нила Мендозы всего один двигатель, который заставляет бесконечно двигаться множество хрупких лампочек и массивных молотков. Они находятся в опасной близости, но совсем не соприкасаются. Признавайтесь, кто тут действительно гладит постельное белье и носки? Так вот, если ты в команде как-нибудь само на улице разгладится, то хобби этих людей очень тебя удивит. Они ныряют на морское дно, поднимаются в небо на парашюте, встают на серф, лазают по горным склонам. И все ради того, чтобы погладить там любимую рубашку или костюм. Логика у создателей этого вида спорта железная. Раз это занятие кажется многим людям настолько скучным, почему бы не добавить ему перчинки? Как только люди не кастомизируют свои айфоны и другие гаджеты от Apple. Но этот чувак реально вышел на новый уровень. С помощью гювелирных инструментов и нереального скилла он превратил самые обычные AirPods в Air Golds. А если точнее, наушники, покрытые чистейшим 18-каратным золотом. Даже страшно представить, сколько заказов от рэперов получил этот парень после публикации видео. Высота этого робота чуть больше полуметра. Но он точно переиграет тебя в бадминтон. Все благодаря уникальному сочетанию камер, датчиков движения и систем навигации. В тренировочном процессе такие гаджеты незаменимы. Они помогают спортсменам отрабатывать конкретные навыки. К тому же никогда не заболеют и не пропустят тренировку. Псс, парень, ты чего тут один зависаешь? Вот как, оказывается, выглядят застрявшие во льдах корабли. Жаль, попасть на такое судно не так уж легко. Иначе все сталкеры уже давно забили бы на заброшки и обосновались здесь. То большие коты не сильно отличаются от маленьких. А иногда, кажется, ведут себя даже более безобидно. Увлажнитель воздуха – штука нужная. Но когда ее покупаешь, то словно сразу ощущаешь себя на 10 лет старше. Так вот, у этого девайса бывают и менее скучные варианты. Например, вот этот гаджет, который стреляет паровыми колечками, подбит любого трека. А ты знал, что существует беговая дорожка для одновременной тренировки сразу нескольких спортсменов? Ну или для одного, но очень активного интроверта? Кстати, на такой штуковине можно заниматься не только бегом. Вот, например, как тренируются лыжники, когда поблизости нет заснеженного склона. Обычно нас раздражает, когда кто-то стучит пальцами по столу. Но только не в этом случае. Да, такую конструкцию можно смело использовать как антистресс. Предсказываем будущее. Сейчас тебе очень захочется повторить то, что делают люди на этих видео. Вот так необычно разбрасывает свои семена недотрога железконосная. Неудивительно, что проблем с распространением у нее совсем нет. Лучший подарок на Рождество настоящему Поттерману – это вот такая левитирующая ручка в форме легендарной метлы Нимбус 2000. Ну а как бы тебе не хотелось в это верить, магия тут ни при чем. Эффект левитации создается благодаря обычным магнитам. Нет ничего хуже, чем стричь ногти левой рукой. Ну или правой, и если ты левша. Это неудобно, сложно и долго. Но тут, оказывается, уже придумали девайс, который способен избавить нас от мучений. Раз, и готово. А вы думали, под маской Гринча на самом деле скрывается Джим Керри? Знаешь, для чего на производстве шин нужны энвелопы? Резиновые конверты, которые надеваются поверх покрышки. Их используют на одном из последних этапов работы, чтобы создать герметизирующий слой при проверке давления внутри шины. А еще энвелопы незаменимы, когда нужно восстановить стертую покрышку. Похоже, все лучшие дорожные изобретения из Азии. Этот ограничитель скорости тоже не помешало бы установить во многих городах. Не находишь? А что она делает? Да-да, именно то, что ты подумал. Просто так сразу и не скажешь, что это протез. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...